Доброе утро, дорогие казахстанцы! Программа «Тангет-студия» продолжается в прямом эфире. Сегодня вторник, 17 марта. Несмотря на последние новости, рабочая неделя продолжается. Поэтому мы, как обычно, подготовили для вас актуальную и полезную информацию. Оставайтесь с нами. Мы начинаем это утро в масках, чтобы напомнить вам о мерах предосторожности, связанных с пандемией коронавируса в мире. Пока для более нашего такого удобства... Да, мы снимем маски пока временно, но вы не снимаете. Вчера президент страны Касымжамарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана. Главной причиной выступления стало объявление режима чрезвычайного положения на территории Казахстана. До 15 апреля в силу вступил ряд ограничений. Сейчас о них еще раз поподробнее. В данный момент приостановлена деятельность непродуктовых объектов торговли. Отменены все культурно-массовые мероприятия. Работа выставок, театров, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, развлекательных заведений. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. В Казахстане принят план по противодействию распространения вируса. Казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя покидать страну. Также ограничен въезд. Кстати, пока придется отказаться и от семейных тоев. В целом сейчас лучше не посещать места скопления людей. А если этого никак не избежать, старайтесь сохранять дистанцию как минимум в один метр. И не забывайте тщательно следить за гигиеной. Давай-ка мы тоже будем по мерам предосторожности. Да, и будем внимательны к своему здоровью. Если вы заметили у себя повышение температуры, тошноту, слабость и сухое каже, сразу же вызывайте скорую помощь по номеру 103. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, в стране работает горячая линия 1406. Алматинцы также могут задать свои вопросы по номерам 382-35-36 и 382-33-50. Также президент заявил, что перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Поэтому мы тоже призываем вас не поддаваться панике. Правительство будет следить за тем, чтобы необходимых вещей, продуктов, а также медицинских препаратов и масок хватило всем. А обо всех новостях мы и наши коллеги из отдела новостей готовы информировать своевременно. А сейчас предлагаю узнать чуть больше о предстоящем дне. К чему нужно быть готовым и на какие детали обращать внимание, прогноз нумеролога далее. Давайте посмотрим. 17 марта 2020 года. Нумерологическое число 15, число удачи 6. Все оттенки джинсовых, сапфировых и синих цветов придадут уверенность и хорошее настроение на целый день. В этот день важно не лениться и закончить свои давние дела. Касаемо финансовых операций желательно отложить их на более благоприятный период. В этот день хорошим завершением дня будут это спа-процедуры или же поход в салон красоты. В сегодняшний день, как этот, подарит нашему миру очень творческих личностей. В возрасте 5-6 лет таких малышей можно отдать на рисование, пение, танцы, также на фортепиано или же на скрипку. Друзья, мы хотим напомнить радостную новость. Телеканал Алматы получил статуэтку «Тумар» – телевизионную награду в номинации «Лучший региональный телеканал». Мы поздравляем вас, дорогие телезрители, и всех коллег по каналу. А вспомнить об этом мы решили, потому что вчера на наш вопрос дня, связанный с этой премией, так никто и не ответил. Поэтому мы ждем ваших звонков прямо сейчас в номер нашей студии 334-0024, код города Алматы 8727. Как видите, у нас обновились брендированные подарки от телеканала Алматы. Одну из этих вещей получит наш сегодняшний победитель. А вопрос остается тот же. Когда состоялась первая церемония награждения премии «Тумар»? Я уверен, сегодня эти призы быстро разверут. А мы пока продолжим. В мире ежегодно растет популярность киберспорта. В киберспорте все как в настоящем соревновании. Года тренировок, разработка правильной стратегии для той или иной видеоигры. Ну и внушительные призовые фонды. Да, например, турнир от Dota 2 International. Несколько раз бил рекорды по выплатам, а в прошлый приз составил 34 миллиона долларов. Нормально так. Чтобы минимизировать возможные проблемы со здоровьем, во многих странах прогеймеры в обязательном порядке должны несколько раз проходить медкомиссии, уделять время полноценному отдыху. Наши корреспонденты встретились с киберспортсменами, чтобы наконец разобраться, что это такое. В 2018 году в Казахстане киберспорт был признан официальным видом спорта. Это индивидуальное или командное соревнование на основе видеоигр. В киберспорте проводятся турниры и полноценные официальные чемпионаты мира, где призовой фонд начинается от миллиона долларов. Я играю 15 лет, и для меня любой шутер, любая игра, как бы там недельку поиграть, мы можем уже хорошо выступать на любом уровне. Ну, если ты занимаешься профессионально одной игрой, ты не сможешь играть вторую игру никак. Это как вид спорта, футбол. Понимаете, если вы играете профессионально в футбол, вы не сможете быть профессиональным игроком в баскетбол. Ну, это совсем разные вроде бы, да? Ну, то же самое, это компьютерные игры, но совсем разные. Жан – один из первопроходцев киберспорта в Казахстане. Играть профессионально он начал в 2003 году. Но спустя пять лет игр в мировых турнирах решил перейти на онлайн-стриминг. Мы были тогда еще немного, наверное, детьми. В принципе, у нас уже были зарплаты, у нас были хорошие турниры, мы ездили по миру, путешествовали. И почему перестал? Наверное, была учеба какая-то уже. Учеба у меня была, надо было заканчивать университет, вставать на ноги, искать какую-то, наверное, другую работу. Бывший киберспортсмен с тоской вспоминает о прошлом и жалеет, что тогда не было сегодняшних возможностей. В век всемирной паутины киберспорт является полноценным способом заработка. Видите, мобильный киберспорт, чем он хорош, в него очень низкий порог входящего вхождения. По сути, человеку достаточно какого-то недорогого телефона, чтобы он мог уже начать. Ну и дальше, по результатам, если человек видит, что у него все хорошо получается, он начинает попадать на какие-то турниры, начинает что-то выигрывать, ну и его затаскивает, он видит в этом перспективу, тем более благодаря тому, что сейчас Tencent, разработчик этой игры, вводит большие призовые. Традиционный киберспорт развивался по мере того, как увеличивалась мощность компьютеров и скорость интернета. Когда-то, чтобы поиграть с сильными соперниками, нужно было идти в компьютерный клуб. Но прошло несколько лет, и вот уже можно соревноваться, не выходя из дома. Так появился мобильный киберспорт. Очень важно играть на хорошем устройстве. Чем мощнее у тебя устройство, тем у тебя выше производительность, тем у тебя выше FPS, частота кадров в игре, тем у тебя больше обзор, большие экраны на современных телефонах. Охлаждение очень важно, потому что устройство нагревается, напряжение все равно идет на него. Ну и, да, чем сильнее девайс, тем лучше игру ты сможешь показывать, это безусловно. Все началось со стримов блогеров, которые проводили прямые эфиры во время игры, признается геймер. Тогда Олег интересовался киберспортом только как зритель. И только два года назад, когда появилась игра PUBG в мобильной версии, решил попробовать себя в роли полноценного игрока. Но киберспортсменом Олег себя не считает. Я сам, в большинстве случаев я редко играю в турниры, какие-то киберспортивные мероприятия, я больше такой, скажем, паблик-игрок, контент-мейкер, может быть, в какой-то мере. Я играю на iPad, но это совсем не киберспортивно. На первый взгляд нажимать на клавиши и двигать мышкой кажется довольно легким занятием. Но это ошибочное мнение, мы проверили. В Китае есть программа по развитию киберспорта. Корея же признала его олимпийской дисциплиной второго уровня, приравняв его к шахматам и шашкам. А главным событием для фанатов киберспорта в Казахстане стала победа Gambit Esports на турнире в Кракове. Выигрыш составил 500 тысяч долларов. В 2019 году казахстанский состав «Авангар» одержал победу в международном турнире в Москве и тем самым привлек к себе внимание фанатов со всего СНГ. Доброе утро всем, Тинг-Тук. К нам присоединился сейчас в нашей студии «Звонок». Здравствуйте. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро всем. Представьтесь, пожалуйста. С праздником весны и из города Алматы, Бахаджан. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Бахаджан меня зовут. Бахаджан. Очень приятно. Бахаджан, вы помните вопрос? Да, я вчера не дозвонился, потому что телефон был всегда занят. Я хотел вчера, а вот я здесь... Не, нет, нормально все. Вы сегодня успели ответить. В 2017 год, 17 марта начинаем этот конкурс. В каком городе состоялась церемония? Астана. В Астане. Все верно. Да, еще называлась Астана? Ну, Султан. Да, Астана называлась. Спасибо большое, Бахаджан. Вы совершенно правы. 17 марта 2017 года в городе Астана, когда я еще называлась. Да, и вы получаете подарок от нашего телеканала. Смотрите, замечательные призы. Сейчас вам редактор расскажет, как забрать. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо, что вчера тоже пытались дозвониться. Каста занята, да, у нас частенько бывает? Да, бывает такое, бывает такое. Ну что? А сейчас мы прервемся на рекламу. Увидимся. Наша программа продолжается. В нашей студии мы приветствуем вице-президента Федерации киберспорта Казахстана Евгения Богатырева. Доброе утро, Евгения. Доброе утро. Доброе утро, Евгения. Спасибо, что пришли. Спасибо, что проснулись. Скажите, вот Федерация, она начала существовать с 2018 года, была создана, так сказать. Что послужило причиной? Ну, это, скажем так, естественный, наверное, процесс. Во всех практически развитых странах Федерации присутствует. Они активно ведут свою деятельность для того, чтобы развивать свой спорт, скажем так. Федерация была создана в 2018-м, осенью, если мне память не изменяет. И за это время самым главным, наверное, все-таки нашим достижением является то, что мы провели работу по признанию киберспорта официальным видом спорта в нашей стране. То есть сейчас киберспортсмен, он наравне с футболистами, не знаю, там, теннисистами, хоккеистами, также является полноценным спортсменом, постоянно проводятся различные соревнования, мероприятия. То есть вот буквально там две недели назад до всей этой истории мы успели провести в Караганде, во дворце Сирика Сапиева, последние ЧРК, скажем так. Сейчас немножко ситуация изменилась, посмотрим, как будет дальше. Ну, работа ведется, постоянные турниры, около 25 миллионов тенге было разыграно за прошлый год призовыми для наших спортсменов. Понятно, Евгений, ну, вот, смотрите, вот вы сейчас упоминали о том, что киберспорт стоит наравне с футболом. Ну, понятно, спор не утекает до сих пор, да, многие все-таки говорят, да нет, киберспорт это не спорт. А вот какие навыки развивает киберспорт, киберспорт и мобильные игры? Ну, смотрите, давайте начнем так. Успешность какого-либо рода деятельности оценивается несколькими критериями, как правило. То есть это, а, денюжка, ну, логично, да, сколько человек за все это дело зарабатывает, и, б, зрительский интерес. Если говорить про призовые, то, ну, киберспорт смело можно ставить в топ-5, наверное, самых прибыльных видов деятельности после футбола, формулы 1, тенниса, ну, если говорить про большой. Да, потому что заработки профессиональных киберспортсменов, европейских, американских, доходят до 30 тысяч, 40 тысяч долларов в месяц зарплаты. Постоянные призовые идут от турниров, бонусы, рекламные контракты и прочая история. Евгений, мы сейчас стали говорить, вы сейчас начали говорить сразу о деньгах. Ну, да. А я говорю, какие навыки? Все-таки футбол, это сила, легкая атлетика, это там скорость, выносливость. А киберспорт, какие навыки? Хорошо, смотрите, ребенок, условно, начинает заниматься, скажем так, в возрасте от 10, наверное, плюс лет. То есть для этого нужно быть уже достаточно сформировавшимся человеком. А, то есть это хорошие коммуникативные навыки. То есть для того, чтобы выигрывать, тебе надо уметь хорошо общаться с людьми, ну, потому что это командные дисциплины чаще всего. Б, естественно, тренировочный график точно так же. То есть тренировки проходят несколько раз в день, то есть правильное питание, диеты и прочая история. То есть дисциплина, можно так сказать. Далее, ну, так как это все идет у нас в голове, то есть это на 98% больше, скажем так, ментальная история. Ты должен уметь собой хорошо владеть, ну, то есть должен быть уверен в себе. Это, как бы, самые основные аспекты. Ну, и, соответственно, конечно же, без правильной работы там рефлексов и в целом человеческого реакции, ты ничего сделать не сможешь, потому что, ну, во многих дисциплинах там эту историю там раскачивают, да вообще очень больших показателей, скажем так, потому что это основной критерий, особенно в шутерах. Ну, то есть если у тебя что-то не так, например, со здоровьем, то ты не сможешь нормально выступать, потому что моторика должна быть на уровне. Ну, это, наверное, самое основное. Ну, значит, мне кажется, прежде чем заниматься киберспортом, нужно заниматься еще и еще просто спортом обычным. Ага, ты решил, в общем, в киберспорт податься? Да, я нет пока еще. Скажите, Евгений, извините, что я вас перебил. Ну, вот вы сейчас являетесь вице-президентом, да, Федерации киберспорта Казахстана. А как вы пришли в этот спорт? Давно ли? С 10-ти летнего возраста или более? Очень давно. Играете ли вы сейчас? Очень давно. Мне сейчас 30 исполнилось. Я 16 лет играл в Counter-Strike. То есть из самых значимых достижений мы выигрывали чемпионат Азии в Сеуле. Множество там онлайн-чемпионатов выходили из групп на чемпионаты мира в Китае. Вот. Я уже около 3-х лет, наверное, не играю сейчас. Ну, и, соответственно, подался вот в это дело. То есть начал развивать то, что меня интересовало. Пришел я в году, наверное, все-таки 2004-м. Вот так. То есть тогда было очень модно ходить в компьютерные клубы с друзьями, одноклассниками после школы. Ну, и как-то вот затянуло меня. То есть мы ходили после уроков, иногда вместо урока. Бывало такое. Бывало такое, да, не скрываю. Мы играли в разные игры, но тогда соревновательной такой еще как бы составляющей не было. Просто все ходили, играли ради удовольствия. Ну, и никаких в деньгах никто и не думал. А сейчас ребята там в 14-17 лет могут получать уже больше тысячи долларов даже в нашей стране. То есть есть такие прецеденты. Вот, кстати, вы сказали по поводу нашей страны, опять же, да? Вот какие команды существуют в Казахстане и какими призовыми странами получают, зарабатывают на этих соревнованиях? Исторически так сложилось, что в нашей стране самая успешная дисциплина – это Counter-Strike. Ну, потому что первое достижение для нашей страны было в 2006 году. Наша команда К-23 заняла второе место на чемпионате мира в Сингапуре. На тот момент они выиграли 30 тысяч долларов. Это было здорово для 2006 года. Ну, и с того времени как бы началась история наших побед. Если говорить про самые крупные, то это 2017 год победы на PGL Краков от команды Gambit. То есть ребята выиграли полмиллиона долларов и стали чемпионами мира. И, наверное, очень хорошие результаты были у команды Авангард. То есть они не выигрывали мажор, самый престижный турнир. Но, тем не менее, около 10 различных других ивентов было выиграно. Я думаю, они за 2018 год выиграли около миллиона долларов на команду. Если говорить про нашу нынешнюю ситуацию, то у нас около 8 профессиональных клубов в нашей стране. То есть чаще всего это частные инвестиции, либо какие-то партнерские отношения с компаниями. То есть сейчас это очень модный, скажем так, инструмент для продвижения своих продуктов в интернете. Так как это огромная сфера, там оборудования очень много, питания, девайсов и прочие истории. Около 8 организаций, перечислять их, наверное, не буду. Ну, в принципе, наверное, 90% все-таки это Counter-Strike. То есть помимо этого у нас еще очень хорошие результаты есть у ребят, которые играют на мобильном телефоне в PUBG Mobile. Но так получилось, что самая наша сильная команда выступает за итальянский клуб. Ну, вот прикольно. Вкратце, наверное, так. То есть около 8 команд по Counter-Strike, несколько команд по PUBG и PUBG Mobile. Ну, наверное, все. А, ну и, кстати, профессиональные футболисты. То есть сейчас очень модная тенденция, что профессиональные футбольные клубы берут себе киберспортивное подразделение. То есть те ребята представляют там клуб на турнирах в онлайне. Это Real Madrid, для примера, PSG. Ну, то есть очень много клубов, которые это делают. Вот если говорить про наших, то подобные футболисты есть у Астаны и у шахтера Крыган-Вицкого. Кайрат, по-моему, тоже интересуется. Я тут услышала, какие деньги можно выиграть. Что-то я это... Я после студии пойду в Counter-Strike учиться играть. А, Евгений, скажите, ну, это понятно, это очень хорошо, развивается нам какая-то реакция, все такое. Выслительный способ, наконечательный способ. Но как бы сделать так, все-таки существует опасность, да? Но мы знаем, что дети раннего возраста играют, увлекаются. И как бы это ни превратилось бы в такую нездоровую страсть. Что вы делаете для безопасности, опять же? Смотрите, мы открыли несколько академий киберспортивных в стране, где вообще тренера с детьми работают. То есть если, например, случилось так, что ребенок не понимает, сколько ему времени нужно уделять, у него нет понимания, как ему нужно тренироваться. То есть я сам лично очень часто сталкиваюсь с тем, что мне звонят и говорят, у меня сын играет там 15 часов в день. Что мне с ним делать? Ну, например, мы как бы это все проходим, у нас есть уже специальная методика, грубо говоря, как ребенку показать путь, по которому он может добиться успеха, или же показать, что это ему неинтересно и не нужно. Потому что для детей чаще всего нужны какие-то ответы от авторитетных людей. Потому что родители они не слушают, так как родители якобы ничего не понимают в этом деле. И если с ребенком разговаривает какой-то популярный, например, киберспортсмен, то он к этому начинает прислушиваться, и проблем никаких не возникает. Если говорить про киберспорт в целом, ну, вот как в плане опасности какой-то и прочей истории, ну, я всегда отвечаю подобным образом. Если говорить, допустим, про профессиональный спорт, то спортсмены зачастую после 30 лет разваливаются. Ну, бывает такое. То есть если человек прям очень усердно тренировался, да, там до 30 лет, у него начинаются проблемы со здоровьем, потому что он на максимуме работает. Здесь это больше ментальная история. То есть если ты просто следишь за собой, занимаешься параллельным спортом, ты можешь очень, ну, то есть это не травмоопасно. Ты можешь достичь успехов, но при этом не угробив, скажем так, свой организм. Это первое. Потом по поводу того, что нездоровая какая-то, скажем так, пристрастие, ну, тоже не так страшно. Лучше, ну, мое личное мнение, лучше пусть ребенок сидит, играет дома в компьютерные игры, чем занимается какими-то там вещами на улице и прочее. Потому что примеров было много, когда ребята там не попадали в неприятные истории, потому что у него была тренировка с командой. Ну, по факту, понятно. Ну, сидя дома, конечно, неприятно сидя живешь, да. Спасибо вам, Ленгей, за вашу интересную беседу. Ну, вот еще один вопрос остался у меня, не касаемо киберспорта. Скажите, как вы относитесь к вегетарианству? Могли бы вы отказаться, если вы не соед, от мяса? Я думаю, да. На самом деле, лично я в последнее время стараюсь меньше мяса кушать. Вот так получается. То есть я, это связано с тем, что там я худею, ну, в том числе. И я думаю, наверное, да, потому что для меня я могу легко мясо, например, заменить морепродуктами. Мы, кстати, не просто так вам задали этот вопрос, потому что наши корреспонденты об этом же спросили у алматинцев, и их мнения разделились. Давайте узнаем, что думают горожане о вегетарианской диете. В последнее время на Западе наблюдается всплеск интереса к вегетарианству, частичному или полному. И если раньше ими становились чаще всего по зову сердца, то теперь все больше людей отказываются от мяса, рассчитывая улучшить свое здоровье. Мы решили выяснить, а как же к этому относятся казахстанцы. Могла бы отказаться. Я против. Но и мясо. Во-первых, я считаю, что без мяса никогда. Ну, это мое мнение, что ты не наешься. Я вообще мясо не ем, если честно. Нет. Почему? Потому что я казах. Если кто-то считает, что ему мясо не надо, он обходится без этого, его устраивает, а может быть кому-то это по каким-то там, ну, допустим, нельзя, допустим, что-то есть. Ну, почему нет? Не нравится здесь, что не ем, но не знаю почему. Я считаю, что это они себя лишают очень многого. Вкус мяса не нравится. Неправильно убивать животных. Потому что я казашка. Казахстан. Тем более я всю жизнь прожила в Казахстане. Как вы думаете, как вот у нас у казахов, да? Вдруг мяса не было. Мяса нет дома, значит у нас пустой холодильник. Ну, наверное, мясо для меня уже стало частью моего рациона. Я питаюсь им, оно поддерживает мое здоровье. Я с детства им питаюсь, и я думаю, я бы начала болеть чем-то, или мой иммунитет стал бы слабее без мяса. Мнения алматинцев разделились. А вы смогли бы отказаться от главного продукта национальной кухни? Мы в редакции Танго Студио решили в скором времени разобраться во всех нюансах растительной диеты и обязательно поделимся результатами. Наверняка вы слышали, что больную коронавирусом алматинку привлекли к уголовной ответственности. Женщина всячески препятствовала работе санитарных служб и умышленно отказывалась предоставлять данные граждан, которые контактировали с ней после заболевания. Полиция Алматы призывает всех оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению вируса. Это важно, чтобы не допустить его массового распространения. Да, в сложившейся ситуации сейчас очень важно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать все меры профилактики. Но мы понимаем, что для этого нужна информация. Поэтому наши корреспонденты побеседовали с врачами и выяснили, что конкретно нужно делать при наличии симптомов, куда идти, как проверяться и что значит домашний карантин. В связи с распространением коронавирусной инфекции, медицинские учреждения Казахстана перешли на усиленный режим. В поликлиниках обеспечена работа постов-фильтров ежедневно с 8 утра до 8 вечера для осмотра пациентов, у которых обнаружены симптомы ОРВИ. На улице перед зданием входящих измеряют температуру. Если тепловизор обнаружит повышение температуры тела, человек отправляется именно в такой фильтр. Симптомы коронавируса – это обычно симптомы любых респираторных заболеваний. Начинается кашель, чихание, повышение температуры тела. Но у коронавируса есть определенная особенность. Быстрое развитие воспаления лёгких и дыхательной недостаточности в виде отышки. Плюс дополнительно у новой формы коронавируса, хотя это респираторная инфекция, есть дополнительные симптомы – это рвота и диарея. При появлении таких симптомов необходимо вызвать скорую помощь. Её сотрудники оснащены специальной униформой, что позволяет им осмотреть пациента с подозрением на коронавирус. И в первую очередь, конечно, одновременно с температурой измеряет насыщение крови кислородом. Достаточно функционирования лёгких. Если у пациента обнаружены признаки коронавируса, его помещают в изолятор до приезда скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования. В зоне риска находится в первую очередь, это та категория людей, у которых низкий иммунитет. На основании, вследствие каких-то диспансерных заболеваний, хронических заболеваний. Под особым наблюдением поликлиники находятся пациенты, побывавшие за границей, особенно в странах с подтверждёнными случаями заболевания. По возвращению на родину, даже при отсутствии симптомов, таких людей отправляют на домашний карантин на 14 дней. В этот период крайне важно соблюдать следующие правила. Всем членам семьи измерять температуру тела не менее двух раз в день ежедневно. Проветривать помещение не менее двух раз в день. Проводить влажную уборку ежедневно. Часто мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками на спиртовой основе. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки. Каждому члену семьи использовать отдельную посуду и средства личной гигиены. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле. Эти правила призваны не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Редакция программы «Тангостудия» напоминает о мерах предосторожности в связи с обновлением режима чрезвычайного положения. Будьте бдительны и берегите своё здоровье. Да, я думаю, такая подробная инструкция поможет успокоиться. Ведь знания – наша лучшая защита. Друзья, подробную информацию мы будем предоставлять регулярно. К тому же по всем вопросам вы можете обращаться по номеру горячей линии 1406. Кстати, казахстанцы нашли способ избавиться от стресса из-за сложившейся ситуации. И сделали это, как обычно, с юбором. Да, в сети распространился челлендж «Коронавирус Кет», который начал певец Марат Омаров. Весёлой песней артист прогоняет пандемию, говоря и буквально «Уходи и не подходи к нам». Давайте посмотрим видео. Коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, кет, кет. Коронавирус, шахтама, жолова. Коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, кет, кет. Коронавирус, шахтама, жолова. Коронавирус, шахтама, жолова. Такая веселая песня. В челлендж подхватили другие пользователи социальных сетей. Песню стали обрабатывать, а слова разобрали на хэштеге. Да, с таким настроем никакой вирус не страшен. Тем более уже близко главный праздник весны. Нау-рыс. Кстати, о песнях и празднике. Давайте вспомним наши любимые композиции, посвященные этому празднику. Празднование главного дня весны не обходится без веселых песен и танцев. Сегодня мы решили вместе вспомнить любимые хиты и новые композиции, посвященные празднику Нау-рыс. Песня Розы Рымбаевой «Нау-рыс-думан» считается гимном этого праздника. В первый раз певица исполнила ее в 1988 году на сцене Государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы. Этой песне два десятка лет, но до сих пор ни одно празднество не проходит без этого хита. Необычное звучание ей придал супруг Розы Рымбаевой Таска Нокапов. Вместе с композитором Талгатом Зарыбаевым они включили в песню «Кюйшернияс», благодаря чему она приобрела поистине торжественное звучание. Еще одна излюбленная песня «Золотого голоса Казахстана» стала слоганом и самой певицы «Кюктем Шахрада». Если Роза Рымбаева поет эту песню, значит весна действительно пришла. Песня группы «Уркер Наурез» — третий гимн этого праздника. Наверняка уже все казахстанцы знают, что она была написана в 1996 году меньше, чем за час. Видимо, это был миг истинного вдохновения, потому что песня стала народным хитом и звучит по-прежнему современно и празднично. В репертуаре современных исполнителей тоже есть песни, посвященные этому светлому празднику. В 2017 году Мадина Садвакасова, Айхен и Маржана Рапаева выпустили совместный клип на новую песню «Кошки Эльден Наурез». В том же году вышла совместная песня отечественных звезд «Тюрлет Наурез». Красочный клип сопровождается танцами и яркими народными костюмами. Весенняя муза оказалась щедрой. После двух совместных песен Мадина Садвакасова выпустила сольный трек, посвященный празднику. Молодежь к весенним песням относит и творение поп-исполнителей Райма и Артура. Песня под названием «Саукеле» вышла в феврале 2019 года и быстро стала хитом. Хотя в ней Наурез напрямую и не упоминается, поклонники ассоциируют ее с весной и национальными ценностями. Особенно тронули слушателей партии Кобыза, которые вплетаются в современный бит. Жанна, вот ты знаешь, что знаменитая наша алматинская белка, а теперь на ней маска такая черненькая с хэштегом «Бурге». Видела такое? Нет, я не был в той стороне, вот сегодня тебя узнал. А вот в США полиция попросила преступников оказать сотрудничество и не совершать хулиганских действий во время коронавируса. Это обращение сотрудники правоохранительных органов разместили в Фейсбук. Стражи правопорядка также добавили, что дополнительно сообщат о времени, когда можно будет вернуться к преступному поведению. Даже в такой серьезный период есть место для чувства юмора и музыки. Да, сейчас будет музыкальная пауза, а после интересная встреча с нашим гостем. Да, сейчас будет музыкальная пауза, а после интересная встреча с нашим гостем. Аплодисменты. 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 камера ельдер хорова стыдно будет сейчас все люди смотрят о о о сан сен төркініңе барып кел марып кел бірақта келерінде анау мұнау алып кел көзінмен ауылдыңды бір сәт болсын шалып кел қарасы ерін болса қорадағы сауып кел сағанда жар керек мағанда жар керек қалып көмай еңде қалып көмай ер келеп сағанды шал керек мағанды жар керек көп жатыла алмай енді еін оқай дерд unreк тЯф қоймайсон неге сонша ойнайсың тЯф қоймайсон Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok